Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклухом Афлай. Сегодня отличный воскресный день. Я решил прогуляться по Блошиному рынку. Может, что интересного и найду. Погнали. Пока утро и прохладно, можно прогуляться и по Блошиному рынку. Сегодня, кстати, здесь достаточно много людей. Буквально под каждым деревом кто-то досидит. Посмотрим. Смотри, друзья, шкатулка с сокровищем. Все по 50 рублей. Бери не хочу. Мне есть интересный. Здесь вот есть фотоаппарат Фет. За 2 сотки. Не знаю, нужен кому. Естественно, друзья, куча одежды. Футболки по 100 рублей. Куртки по 100 рублей. Тут еще по 100 рублей. Смотрите, какая милота. 100 лет таких не видел. Реально были такие в детстве, помните? Часы. И минутки. Класс, как они сохранились еще. И вот это оттуда же. У меня тоже такие. А сколько такие стоят? На 100. По 100 рублей. Нет, не все по 100 рублей. Смотри. Сто вот эти? Я эти тоже по 100, да. А-а-а. Ну, это ли все возьмете 3. Требеди. Берем, брошли фонус. 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 Фонус работает. А? Фонус работает, да. Фонус работает. Все 500 рублей. Сегодня день советских часиков. Идет современный, не знаю. Старенький из 90. Фонус работает. 200 рублей. Все аккуратненько сделано. Все разложено по бабочкам. Кладемся до 40-го года. Солдатики в файле. Нет, это современные солдатики. Вот это ключи, кстати, старые. О, табак. Папирос и огонек. И табак нюхательный. Так, что тут еще есть? Ручки советские. Прямо самая простая у меня такая была. Тоже ручки. А почем эти штуки? Ну смотри, вот эта вот хохлама 200 рублей. Вот эта вот тоже рублей 250. А вот такая вот самая простая? Самая простая, ну сколько-то. Рублей за третий. Советская. Еще жевали мы с вами. Ага, даже не жеваная, смотри. Пикольно. Спасибо. О, смотри, монетницы. Сто лет таких не видим. Да, это монетница редкая. Ага. А сколько такая монетница стоит? Рубль 300. По одной монетке для образца. Тир. Раньше были у нас карманные тиры и шарики. В смысле тиры? Это же... Законять шарики надо. Ааа. Сейчас дети в телефонах сидят. А раньше в тирах сидели? Да, в полночных сидели. Не, у меня таких не было. Не было. Но они редкие, да. Редкие. Это мне родители подарили. Подарили. А вот эта сигарет почем? Это рубля 400. Елец. Настоящий табак. Даже можете запах вспомнить, если бы курили. Ну, так и не курил. Настоящий табак. Не восстановлена бумага сейчас. 30 копеек. Угу. Да, он, кстати, такой не ядреный. Нет. Сейчас, вы видите, нюхают всякие спайсы. А это вот настоящий табак. Вкус. Как это все у вас сохранилось? Ну, вот, нашел у деда. Ааа. Немножко интересно посудки. Смотрите, у нас на заводе люди сами такие спаивали. Раньше у всех такие были. Рубля на 300 дадите? Есть. 500. Целая гора фотоаппаратов, всякой техники. Снова игрушки, часы. Прикольно, прикольно. Естественно, друзья, есть книжки. Но книжка меня волнует в меньшей степени. Тем более, тут особо интересных предметов. Я, если честно, взял бы пластелин-колец в каком-нибудь советском здании. Так было бы хорошо. Интересно, просто тряпки, висят тряпки, тряпки. Этот раз домотканные полотенца. И огурцы по 45 рублей. Срединской вместе. Ну и раз уж начал смотреть всякие часы, давайте здесь заценим. Нет, это все современное, все китайское. Ничего интересного. Тут интересно ключи семейные. А ключи по чем? По-моему, по 50 рублей. 50 рублей. Ключи у тебя по чем? Вот это прикольно. У нас с детства тоже такая была. Муляж, гранат. Никакого смысла в ней не было. Просто бросать. Некоторые прилавки больше похожи на антикварные магазины на самом деле. Видно, что люди занимаются посерьезнее. Какие классные вещи. О, солдатики. Пираты. Римляне. А по чем солдатики у вас? По тысячу набор. Тысячу вот весь, да? Весь пакетик? По тысячу набор. Ааа. Дороговато, мне кажется. Так, тут из интересного. Смотрите. Точило ручное. В прикольном состоянии. Редко такие штуки, кстати, появляются здесь. И утюги реставрированные. Вот такие коробки. Обожаю. Советские елочные игрушки. Они, кстати, недорогие на самом деле. По 20-30, какие-то по 50 рублей. Вот такая милота. Смотрите, даже есть. Клавдиевская фабрика елочных игрушек. Такой год. 1972 год. Прикольные игрушки с документами. Смотрите, шлепанцы. Аутентичные. Класс. По 50 рублей. И мы не хоженые совсем. Тесто, друзья, есть мёд. Куда же без него. Так, друзья, тут интересное дело. Продавец на меня подписан. Представляете? Вот такой вот. Посмотрим, что он. Здесь, кстати, прикольный такой стенд. Здесь всё отреставрировано. То есть вещи тоже старые. Ну, вот, к примеру, советские молотки. Но приведённые в порядок. Такие вещи, мне кажется, приятнее покупать. Каска. Да. А сколько каска стоит? 100. Сколько каска стоит? Тысяча. 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 А немецкие есть? Нет. А они дороже немецкие стоят? Ну да, конечно. Только не попадали. Ага. Немцы с собой всё забирали. Да. Вот только подковы остались. Иди, а есть немецкие подковы? 42-й год с Воронежа приводил там. А как вы узнали, что это 42-й? Вот здесь вот было клеймо. У меня много этих подков было. Ааа. Здесь вот клеймо стояло и год был. Ну это немецкая, да, чисто? Да, да, да. Потому что на немецких вот 4 шипа было. Ааа. Как мне объяснял этот товарищ, а у подков НКВД у наших вот три шипа вкручивались. А тут резьба, да? Они вкручивались шипы, получается. Да, да, да. На зиму чисто. Понятно. Друзья, вы видите такую подкову немецкую. Машинки. Давно стоят, кстати говоря, здесь. Но они дорогие. По две тысячи это многовато. Хотя вот эта пластмассовая. Железячная прям крутая. Так, у меня сегодня день часов и сигарет. Опять. Прима. Настоящая. Запечатанная. Ну это уже какая-то относительно современная. 100 рублей. Да это современная, она вон с этим. Там где-то стояло где-то 90-е, наверное. 90-е. Пегас. Или вот на чеке там. Нет, тут двухтысячный написано. Да? Угу. Диск здоровья. У кого такой был? Походил мимо дома одеколон стоит. А это не одеколон, это мыло. Жидкое. Я, кстати, не знал, чтобы в СССР было туалетное мыло жидкое. А сколько мыло стоит? Восемьсот. 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 Почетная грамота. О, смотрите, этот азбуку можно отбивать? Или что это? Не знаю, а? Друзья, вот такое у меня сегодня получилось видео. Уже начали потихоньку узнавать меня продавцы. Уже. Потому что часто появляюсь. Ну и кто-то подписывается на канал. Это забавно. И, знаете, такое общение. Как будто они меня знают. О, привет. Как дела? В общем, здорово. Я становлюсь местной маленькой звездой. Друзья, подписывайтесь на канал. Будем и с вами тоже общаться. Это был Миклуху Макфлай. Пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете о тех или иных вещах. Может, у вас что-то было. Может, вы себе что-то хотите купить. Напишите. Я куплю вам, перешлю. Все. Ставьте лайки. Пока-пока.